Американская компания Tesla отозвала почти 54 тысячи электрокаров из-за проблем с безопасностью, связанных с программным обеспечением режима автономного вождения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление дорожной безопасности NHTSA. Отмечается, что проблемы возникли в функции Rolling Stop в программном обеспечении, отвечающей за торможение перед запрещающим движение знаком. Речь идет о моделях Model X и Model S, выпущенных в 2016-2022 годах, и Model 3 выпуска 2017-2022 годов. Кроме того, под отзыв подпала и Model Y 2020-2022 годов выпуска. Управление предписало Tesla устранить недостаток в программном обеспечении, но компании данные предписания никак не прокомментировали. 30 декабря 2021 года Tesla заявила об отзыве около 475 тысяч своих электромобилей из-за технических дефектов. Под отзыв попали 356 309 машин Model 3 из-за повреждения кабеля камеры. Кроме того, отзыву подлежат 119 тысяч машин Model S. Причиной называется дефект в конструкции защелки капота, который может неожиданно открыться. Все федеральные тюрьмы в США были изолированы после драки между членами враждующих банд в понедельник в техасской тюрьме Бомонт, в результате которой погибли двое заключенных. Как сообщает Федеральное бюро тюрем, двое других заключенных серьезно пострадали. Бюро заявили, что рассматривают ситуацию с большой осторожностью, добавив, что локдаун – это временная мера. Изоляция тюрем редко применяется ко всей федеральной пенитенциарной системе. Большинство заключенных в Америке содержатся в учреждениях, находящихся в ведении отдельных штатов, а не федерального правительства. Согласно последним данным на сайте бюро, в его ведении на всей территории США находятся 134 учреждения, в которых содержится более 150 тысяч заключенных. Тюремный локдаун обычно означает, что заключенным не разрешают выходить из камер, а доступ посетителей ограничивается. В заявлении бюро говорится, что оно не будет предоставлять дополнительную информацию о своих мерах по соображениям безопасности, но рассчитывает, что локдаун продлится недолго. По сообщениям, в драке в тюрьме Бомонт в Техасе, где содержатся 1372 заключенных, участвовали члены уличной банды МС-13, группировки, созданной в Лос-Анджелесе выходцами из Сальвадора. Бюро опасается, что насилие может распространиться на другие тюрьмы. Погибшие заключенные – 54-летний Гильермо Риохас, осужденный за насильственные преступления с применением огнестрельного оружия, и 34-летний Эндрю Пинеда, который, как считается, был членом банды «Мексиканская мафия». По данным Бюро, во время драки никто из сотрудников тюрьмы не пострадал. Считается, что до 300 членов мексиканской мафии в настоящий момент содержатся в тюрьмах. По данным ФБР, банда состоит из нынешних и бывших заключенных, которые занимают руководящие должности в разных учреждениях, предлагают, что называется, крышу и торгуют наркотиками. Банда МС-13, сформированная эмигрантами, бежавшими от долгой и жестокой гражданской войны в Сальвадоре, известна своей жестокостью. По оценкам ФБР, это одна из крупнейших криминальных группировок в Соединенных Штатах. Она насчитывает до 10 тысяч членов, немалая часть которых, как мы понимаем, попадает в Соединенные Штаты через южную границу с Мексикой, при нынешней администрации Байдена практически открытую. Как и предсказывали синоптики, необычайно низкие температуры во Флориде на юге Штата в воскресенье утром было 27 градусов по Фаренгейту, это минус 4 по Цельсию. Привели к тому, что с деревьев на землю стали падать окоченевшие игуаны. Эти холоднокровные, присмыкающиеся, зависят от Солнца и других источников тепла, без которых их метаболизм замедляется. В случае сильного переохлаждения ящерицы, часто скрывающиеся в кронах деревьев, впадают в кому, их лапы разжимаются и игуаны падают на землю. К счастью, это абративный процесс, их организм продолжает функционировать, пусть и в замедленном режиме, и отогревшиеся игуаны быстро приходят в себя. Ранее Национальная метеорологическая служба США, NWS, предупреждала жителей Южной Флориды о том, что им на автомобиле, а то и на голову, могут свалиться заторможенные или вовсе обездвиженные игуаны. И вскоре в соцсетях появились многочисленные фото ящериц, беспомощно валяющихся на земле. Ну а к северу от Флориды, в городах на восточном побережье, местные власти приступили к расчистке снежных завалов. По словам губернатора штата Нью-Йорка Эти Хоккул, по всему штату для расчистки дорог были задействованы снегоуборочные машины. Снега в этом году много. В Центральном парке Нью-Йорка выпал снег глубиной почти 19 сантиметров. Сразу несколько крупных городов от Нью-Йорка до Бостона и Атлантик-Сити были занесены снегом. Движение на многих дорогах остановилось, было отменено свыше 6 тысяч полетов. В Бостоне завалилось снегом даже монумент на холме Банкер-Хилл, посвященный знаменитой битве 1775 года с англичанами в войне за независимость. В Бостоне, по данным NWS, был повторен прошлый рекорд выпадавших за день осадков, установленных в 2003 году, почти 60 сантиметров. На Антаките, штат Массачусетс, во время наводнения по улицам можно было передвигаться разве что на каное. В прошлые выходные многие города Массачусетса лишились электричества. Электроснабжение было быстро восстановлено, а в ряде прибрежных населенных пунктов штата наблюдались умеренные наводнения, вызванные сильными приливами. Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Бриджуотерском колледже в штате Вирджиния. Об этом сообщил 1 февраля губернатор Глен Янкин. Сообщение о том, что в здании колледжа находится стрелок, появилось ранее в этот день. Цитирую, меня проинформировали о ситуации в Бриджуотерском колледже, стрелок находился под стражей, и полиция штата, и местная полиция находятся на месте происшествия. Я буду продолжать следить за ситуацией совместно с правоохранительными органами, написал Янкин в твиттере. На место происшествия отреагировало и полицейское управление Харизонбурга. По словам представителей ФБР, на место происшествия также направились агенты. Телеканал ABC сообщил, по крайней мере, об одном полицейском, который получил огнестрельное ранение в результате инцидента со стрельбой. При этом официальной информации о наличии пострадавших пока не поступало. Сам Калыч сообщил, что полицейские обыскивают помещение кампуса и призвал студентов с преподавателями, это было вчера утром, оставаться на своих местах до особого распоряжения. Семикратный победитель супербоула, квотербэк Том Брэдди, подтвердил, что завершает карьеру в главной лиге американского футбола, НФЛ. Я всегда считал, что футбол предполагает идти ва-банк, если нет стопроцентной отдачи состязанием, ты не добьешься успеха. А успех это то, что я очень люблю в нашей игре. Каждый божий день я сталкиваюсь с физическими, ментальными и эмоциональными испытаниями, которые позволяют мне максимально раскрыть свой потенциал. Я старался изо всех сил последние 22 года. Нет коротких путей к успеху ни в жизни, ни на поле. Мне трудно это писать, но все же я больше не собираюсь брать на себя соревновательные обязательства, написал Брэдди в Инстаграм. Брэдди добился выдающихся успехов, выиграл 7 супербоулов и считается одним из лучших игроков в истории американского футбола. Он является самым возрастным игроком, получившим награду MVP супербоула и выигравшим супербоул в качестве стартового квотербека, а также самым возрастным игроком, получившим приз MVP NFL в возрасте 40 лет в 2017 году. Брэдди является единственным квотербеком NFL, выбранным в две символические сборные десятилетия, в 2000 и 2010 годы, и был единогласно включен в символическую команду столетия в 2019 году. Американка провалилась в люк на первом свидании, об этом она рассказала на портале Reddit. По словам девушки, она думала, поцеловать ли парня на прощание, но не посмотрела под ноги. «Студенты познакомились на семинаре в университете, они долго переписывались и в итоге решили сходить на свидание. Мы встретились днем, поиграли в боулинг, пообедали. Это было действительно приятно», — рассказала она. Через пять часов свидание подошло к концу, студентка засобиралась домой, парень согласился ее немного проводить. Как рассказала девушка, она шла и нервничала, потому что не знала, как правильно попрощаться. И вот, находясь в раздумьях, девушка не заметила открытый люк, куда и провалилась на глазах у ухажера. «Я получила несколько царапин, была вся в грязи, мне было так стыдно, что хотелось провалиться сквозь землю», — поделилась студентка. Девушка не сообщила, будет ли еще одно свидание, но уверена, что они вдвоем отлично провели время, несмотря на этот инцидент. Американец случайно поджег свой дом, пытаясь растопить снег на участке. Мужчина пытался сделать это с помощью факела. Поняв, что пламя случайно перекинулось на дом, он сам позвонил спасателям. Пожарные прибыли на место через 10 минут, успев потушить огонь до того, как он нанес серьезные повреждения зданию. Как рассказал Мартина Коннор, бывший начальник пожарной службы, он не раз сталкивался с подобными инцидентами. По его словам, с наступлением холодов люди пытаются отогреть замерзшие трубы или быстро избавиться от снега, но забывают про технику безопасности. Люди берут паяльные лампы или другие устройства с открытым пламенем, это плохая идея, прокомментировал специалист. Сообщается, что сам владелец дома в результате возгорания не пострадал. Космический телескоп James Webb начал включать камеру для фокусировки главного зеркала. Главное зеркало James Webb состоит из 18 позолоченных сегментов, которые в ходе полета были сложены. Сейчас телекоп их развернул, но прежде чем приступать к научным съемкам, необходимо выставить сегменты в идеальную позицию. Для этого основная камера телескопа NIR-SAM сделает несколько последовательных снимков звезды HD 8446, входящая в созвездие Большой Медведицы. Вначале мы будем получать 18 отдельных размытых изображений, поясняет Марк Маккориан, член команды телескопа. Но в итоге мы добьемся того, что у нас будет один резкий снимок. Камеру направят на звезды, и в это время специалисты будут двигать сегменты зеркала в пределах нанометров, пока не добьются идеального фокуса. Фокусировка будет продолжаться до конца апреля, а первые качественные изображения неба планируют получить в конце июня или начале июля. Фокусировка будет продолжаться до конца апреля.